Да, еще раз всем привет. Сегодня прожарка, как я уже сказал и вынес в анонс, чуть в другом формате. Прожариваю профили в реальном времени. Я не смотрел профили. Ольга, ваш профиль, вот вы как первая, я буду видеть первый раз. Ну, на самом деле, определенный навык, который позволяет какие-то вещи сразу определить и дать непосредственно вам рекомендации. Ну, и заодно задать вам вопрос, а что вы ищете, где вы ищете, вообще, да. И, собственно, как раз просто пойти по профилям, да, вот сверху вниз Ольга, потом Алексей Разводов, извините, я с неправильной фамилией называю, Алиса Хуртина и так далее, Евгений Ливеринов и прочее, прочее. Давайте, наверное, начинать. Сейчас, Ольга, я ваш профиль, да, открыл. Отлично. Давайте тогда начинать. Так, вы sales, правильно? Да, да, все верно. Много общих контактов. Скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в поиске работы, активном, неактивном или вообще вы ищете работу, может, вы ищете клиентов через LinkedIn? Нет, я нахожусь в активном поиске работы. А мы сейчас заодно и посмотрим. Вот я как раз, завтра я выпущу пост про LinkedIn рекрутер, как профиль с точки зрения рекрутера. Вот есть такой прекрасный инструмент, и заодно как раз вот у вас open to work не стоит, ну, открыто, да, но я могу посмотреть, что вы ищете. Давайте разбирать. Вы ищете enterprise account manager, account manager, sales manager, partnership manager. Где ищете? Вы ищете только в Швейцарии, правильно я понимаю? Да, в Швейцарии, но, кстати, я не понимаю, почему стоит только Engelberg, потому что, в принципе, и Цюрих, и Цук, и, ну, другие разные города я рассматриваю. У меня, смотрите, какой основной момент, да, вы, наверное, ну, да, потому что вы там живете, я, кстати, не знаю, обычно вот эта вся история, как раз поиск работы в офисе, да, он сайт либо ремоут, он прописывается вручную. Видимо, это странно как-то у вас добавилось, может быть, автоматически, я просто такое не слышал, но, тем не менее. Смотрите, я вам что рекомендую сделать. Вы физически находите в Швейцарии, правильно я понимаю? Да. Окей. Я рекомендую вам, во-первых, убрать город. В work можно поставить страну. Поставьте в Швейцарию, как вы сказали, и Женеву, и Цюрих, да, и так далее. Уверен, что работа и в разных городах, ну, то есть позиция ваша актуальна в разных городах Швейцарии. А во-вторых, в он-сайт, ну, вообще в целом, да, я рекомендую добавлять те страны, не города, ну, можно города, конечно, ну, и лучше страны, чтобы повысить, опять же, да, хват, а там, куда вы хотите релацироваться. Это потенциально, да, ну, понятно, наверняка это какая-нибудь Германия, это Франция, не знаю, Люксембург, очень хорошо, там очень хорошо для финтех-стартапов, хотя не только финтех, но мне про финтех рассказывали, что там есть программа поощрения стартапов, и правительство выдает как раз вот княжество различные преференции. Какая-нибудь Италия, ну, там много стран по соседству, да, поэтому я думаю, вот эти страны. А ремоут можно указать вообще что угодно. И Великую Китанию, и, я не знаю, хоть там, я не знаю, Латинскую Америку и так далее, и так далее. То есть, в ремоуте укажите, ну, понятно, да, понятно, это может быть и Швейцария в том числе, да, но и все эти страны, откуда бы вы хотели бы работать, куда вам удобнее работать удаленно. Это непосредственно важно. А дальше, смотрите, по фотографии, ну, просто давайте сверху вниз, как бы по профилю, да, Open to Work определили. Фотография хорошая, очень нравится, ну, лицо, взгляд в камеру, улыбка, все очень здорово. Да, если вы сомневаетесь, что, ну, как бы, ну, не вы вообще в целом, да, сомневаетесь, что удачная ли фотка для, там, LinkedIn или для резюме, в целом есть отличный сайт, называется PhotoFiller, PhotoFiller.com. А на этом сайте можно бесплатно, вы загружаете фотографию и показываете вашу позицию, там, без имен, без всяких, там, явок, паролей и так далее. Просто фотка и, например, SalesManager, да, и люди голосуют за вас, реально люди, это не боты, голосуют, ну, насколько фото соответствуют позиции. Если там низкие баллы, то вы меняете, ну, там, тестируйте еще фото. Если баллы выше среднего, то все хорошо, то есть там считается. Дальше, что у вас как раз в шапке, смотрите, ну, по фотографии все обсудили, OpenTwork тоже, по шапке у вас написано Sales Professional, more than 11, ну, тут, во-первых, Years S пропущено. И найти, укажите, я рекомендую следующее, вот смотрите, у вас перечислены на те позиции, на которые вы претендуете, которые, я так понимаю, да, вы занимали. Я рекомендую в шапке, вот, не знаю, вот прям как у меня в профиле, наверняка вы это видели. Укажите 2-3 позиции через запятую или вертикальный слэш, ну, то есть, как бы звучало, как я бы поменял бы шапку, да, у вас. Enterprise Account Manager, потом Account Manager, Slate Manager, with more than 11 years of experience in IT industry, например, или просто в IT. А дальше вы можете указать, у вас есть большие компании, можно как раз указать, а, вы не работаете уже в Амазоне, да? Ну, как раз, xAmazon, xPCI, xOpenway, а вы с Денисом Старком знакомы? Да, да, он как раз мне вас порекомендовал в свое время, да. Прикольно, мы с ним вместе несколько лет работали, да, ну, почти 4 года. А, прикольно, ну, вот OpenWay тоже как раз по Way4. Укажите все компании через X, наверняка вы тоже видели в профиле, когда компании крупные, там, не знаю, там, X, там, какой-нибудь банк, X, там, какой-нибудь консалтинг, типа McKinsey, там, не знаю, Ernst & Young и так далее. Укажите именно в шапке, где вы работали, это как бы тоже классный вес. Дальше, смотрите, About, About Sales Professional Experience and Selling Fluent in English and German. А здесь раскройте чуть более подробно. То, что у вас написано, да, это все хорошо, Sales Professional с таким-то бэкграундом количества нет опыта. Хорошо, языки, хорошо. Укажите ваше достижение, над чем вы работали, это B2B, B2C, это, там, не знаю, Inside Sales, ой, как это, да, Inside, ну, то есть, какие именно продажи, какие ваши достижения. Обычно достижения Sales, ну, понятно, да, это конверсии, это воронки, это планы продаж и тому подобное. Ну, сейчас мы дойдем до опыта, я посмотрю, есть это. А если не знаете, что писать, есть один очень простой, но универсальный способ. Откройте просто любого, вбейте Sales Manager в поиске. Ну, вот я сейчас покажу, давайте для всех, чтобы это, как бы, было понятно, как вообще в целом писать. Вот если вы не знаете, что писать, да, ну, не можете сгенерить, тяжело это идет, да, вы пишите просто в поиске Sales Manager. Дальше, сейчас откроется. Что такое? А Sales Manager, дальше указывайте people, то есть, нам нужны люди. И, боже мой, вроде это не интернет тормозит, это LinkedIn. Да, ну, вот он ищет сейчас по моим контактам, да, вот он, понятно, сеньор-рекрутер и так далее. Выбирайте, например, США. Ну, я по США, потому что там больше всего контактов, больше всего людей работает. И хорошо, он не понимает, что такое Sales Manager. Менеджер. Сейчас через оператора. Ну, вот, например, да, пошли Sales'ы. Вы открываете профили и ищете профиль. Ну, просто сейчас это может занять некоторое время, я просто стану это делать, просто сам алгоритм. Посмотрите, что написано в About. То есть, вы, ваша задача найти релевантных людей, ну, релевантных вашему опыту людей, да, тех же Sales'ов, ну, в данном случае Sales'ов, да, и посмотреть, что у них, да, что ж так долго-то, боже мой. И посмотреть, что у них написано в профиле в разделе About. А то, что соотносится с вашим опытом, в первую очередь, какие-нибудь софты, описание каких-нибудь, я не знаю, там, сфер деятельности, ну, этих доменов, да. Вы берете, либо копируете, ну, либо копируете с адаптацией под себя. Все очень просто. Как бы тут надо, ну, блин, да, сейчас что-то долго открывается. Ну, то есть, вы просто заходите в About другого профиля и смотрите, что написано у него, ну, или у нее, да. Я поняла, да. Долго открывается, ну, ладно. Вот это принцип, как написать About. Вообще, в About лучше, да, оставить то, что у вас есть, добавить достижения и добавить скиллы. Это тоже очень-очень хорошо. Я могу сейчас привести пример одного профиля. Если он откроется, боже мой, это, не знаю, это LinkedIn такой или это не интернет, но вроде не интернет. Окей, потом, если откроется, я покажу, как именно для Сауза это можно сделать. Ну, то есть, именно с фокусом на скиллы и на ваши достижения. Дальше, про опыт. Вот, смотрите, сразу могу сказать, LinkedIn не очень хорошо реагирует на то, когда у вас не указано место работы. Наверняка, как вы заходите в профиль, вам у вас на страничке, ну, просят, а укажите ваше текущее место работы. Ну, то есть, типа, где вы работаете. По-хорошему, по-хорошему, нужно что-то указать. Есть два варианта, как это сделать. Один честный, другой не очень честный. Ну, есть еще там третий обходной. Не очень честно это сказать, что вы работаете в этой компании. Ну, если вы реально уже с октября не работаете, это достаточно долго, да. Ладно, если вы работали там месяц, ну, еще более-менее, да, там, как бы в поисках работы. Это не очень подходит конкретно под ваши случаи. Второй вариант, вы можете добавить, что вы работаете, у вас карьер-брейк, перерыв в карьере, там можно добавить. Ну, вот как через плюсик, да, опыт работы. И указать, что вы, не знаю, там, самообразованием занимаетесь, не знаю, релокацией, там, не знаю, какие-то у вас личные дела, там, не знаю, воспитанием детей и так далее. Ну, то есть, какие-то вещи, да, применить конкретно вашему. Либо можно, третий вариант, я бы сделал бы так. Это, мне кажется, самый простой, универсальный. Вы добавляете, что вы работаете на себя. Там можно добавить self-employed позицию, ну, то есть, работу на себя. И говорите, что вы, я не знаю, там, sales-консультант. Все, вы работаете консультантом, консультируете, не знаю, внешние какие-то проекты. Если это не так, естественно, это похоже на вашу ситуацию. Ну, то есть, опять же, если у вас есть какой-то консалтинг, ваш личный, да, приносит он деньги, там, мало, много и так далее. Это не суть важно. Это можно поставить. Как только вы найдете другое место работы, то, естественно, вы это убираете, ставите актуальное место. Ну, то есть, как бы, что, ну, опять же, если вы не хотите развивать тот же консалтинг. Вот, я бы сделал бы так. Мне кажется, это самый такой универсальный способ и позволит закрыть вот этот gap. Потому что, когда LinkedIn видит, что вы без поиска, ну, без работы, без какой-то занятости, давайте так, да, не обязательно работаете, там, на кого-то, то он говорит, это не очень хорошо, давайте поставить. То есть, это небольшой эффект. Дальше. Так, сейчас там еще люди идут. Еще, что непосредственно важно. Я понимаю, что вы три месяца работали, наверняка у вас нет каких-то достижений. Ну, да, нет. К сожалению. Опишите три-четыре буллета, что вы делали на этом месте. То есть, ну, вот как у вас есть, да, там, develop, establish и так далее, и так далее. Три-четыре буллета, ваши обязанности. Не знаете, что писать, открывайте такую же позицию в разделе, ну, в открытых вакансиях и просто копируйте оттуда, ну, то есть, обязанности, да, это самое интересное. Так, дальше, что я еще рекомендую, если я его рвает, окей, хорошо. Посмотрите обязательно на формулировки. О, кстати, у вас такой гэк еще. Ладно, сейчас это затронем. Прошедшее время, когда вы пишете все в прошедшем времени, developed, established, maintained и так далее, и так далее. Что это было уже совершенное время, да, и present. Это тоже очень важно. И еще, смотрите, у вас, я заметил, четыре года практически перерыва. Это, ну, я думаю, как бы для LinkedIn в целом это не очень критично, да, понятно, вы могли делать, что вы захотите. Ну, некоторые, опять же, да, нас спрашивают, а что вы делали, это время, какие-то, ну, опять же, это очень сильно зависит от ситуации. Некоторые спрашивают, некоторые нет, да, поэтому я рекомендую, ну, то есть, быть готовым к этому, да, потому что, если кто-то заметит, ого, с 2018 по 2022 год, нигде не указан опыт, да, а что делали, чем вы занимались, да. Ну, нужно быть готовым к этому вопросу. Дальше по всем местам работы, ну, то есть, ACI, BlueID, там, OpenWay и так далее, укажите достижение. Очень важно, что такое достижение, вы понимаете, да, то есть, это какое-то совершившееся действие, которое выжжено в цифрах, то есть, вы внедрили, вы заработали, вы, не знаю, оптимизировали, там, достигли, закрыли какую-то сделку, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, здесь зависит от конкретной позиции, да. Вот, это что тоже, посмотрите, у Дениса, там, есть эти вещи, как раз можно это посмотреть, как у него это описано в профиле. Если не ошибаюсь, у него, у него есть. Иван, а можно вопросик вот насчет ГЭПов? Я, на самом деле, у меня раньше было CV без записания ГЭПов, то есть, как в LinkedIn профиле. Но потом мне, я проконсультировалась с HR, ну, с агентством, и мне посоветовали все-таки в CV хотя бы эти ГЭПы объяснять, потому что на это рекрутеры смотрят, и их это, как бы, напрягает. Я эти ГЭПы объяснила, в общем, но, ну, то, что я по личным причинам Куба Суслы написала, что конкретно я делала, но в LinkedIn я это еще, как бы, не справила, и я не знаю, имеет ли смысл. То есть, имеет ли смысл добавить, как место работы, да, между, там, вот у меня было два ГЭПа, между OpenWay и BlueID, и между ACI и AWS. И там, и там где-то 3-4 года перерыв, и я не знаю, как бы, в LinkedIn имеет ли смысл, например, там, отвернуть, лифт, написать и так далее. В LinkedIn, да, есть такая возможность, как Career Break, но в целом это не влияет. В резюме это влияет, ну, как вы подтвердили, что это вам задают такой вопрос. В LinkedIn это в целом не обязательно, потому что, опять же, ну, как сказать, когда вы ищете работу, да, и вот мы смотрим как раз именно в LinkedIn Recruiter, ну, вот ваш профиль как выглядит, сейчас покажу, как эта карточка выглядит. Здесь он показывает, то есть, у вас весь опыт работы, он группируется до одной строчки. То есть, название компании, период работы, название компании, период работы. То есть, здесь, ну, вот если, сейчас покажу на примере, надеюсь, он вас откроет. Вот, нет, не сейчас дегри, он показывает, ну, вот давайте, я не знаю, вот как-нибудь вот так, надеюсь, тут персональных данных нет. То есть, видите, он показывает название позиции, период работы, название позиции, период работы, да, тут персональных данных и так далее. Вот, вот это как раз, вот так он показывает, да, а тут уже гэпы, ну, опять же, там посмотрит рекрутер, не посмотрит, это все уже, ну, то есть, от конкретного рекрутера зависит. Кстати, по поводу профиля, блин, что так долго открывается. Ну, ладно, еще смотрите, тоже очень важный момент, название вакансий, ой, название позиции, да, которые вы занимаете. У вас как раз вот, с чего мы начали, да, в Open to Work указано Account Manager, Sales Manager и так далее. А когда вы указываете название позиции вот тут, New Business Developer, Partner Manager и так далее, смотрите, чтобы название позиции в Open to Work, ну, и в шапке профиля, да, мэчилась с теми позициями, которые у вас указаны в опыте. Вы понимаете разницу между ролью и позицией? Понимаете, да? Да, да. То есть, вот как раз нужно указать, я сказал позиции, нужно указать именно конкретную роль, да, то есть, если роль и позиция, они тождественны, чтобы вы были Account Manager и Sales Manager, отлично, если вы были, я не знаю, каким-нибудь там главным инженером, я условно говорю, да, но при этом выполняли роль Account Manager или там New Business Development Manager, да, указывайте им роль. Главное, чтобы позицию, на которую вы претендуете, ну, те позиции, да, они были отражены в вашем профиле. То есть, если у вас есть Account Manager, пишите Account, если Sales, пишите Sales, да, и тому подобное. А сейчас Sales я не вижу, ну, по крайней мере, последние там 15 лет опыта. Это важно, что вот эту фразу там типа e-commerce, fraud, prevention, там, omni-channel payments, лучше указать, а вы уже указали здесь, да, внизу, ну, я так понимаю, да, лучше, если вы занимали две, выполняли две роли, да, там New Business Developer slash Sales Manager, ну, такое редко, но бывает, укажите через запятую, это будет лучше, чем не указать вообще. Ну, как бы, понимать, да, что если вы были бы Sales Manager, но у вас нигде, ну, в LinkedIn или в резине нет строчки Sales Manager, то, а как вы можете претендовать на Sales, если у вас нет опыта релевантового? Ну, понятно, да, я думаю, что, как бы, аналогия. То есть, вы имеете в виду, что вот в опыте работы нужно указать роли, позиции и роль, или в шапке, или и там, и там? И там, и там. То есть, смотрите, у вас в шапке профиля должны быть указаны, например, две позиции. Sales Manager, Account Manager, ну, или, не знаю, Enterprise Account Manager, да, то же самое вы указываете в Open to Work, у вас уже это указано, и то же самое вы указываете, распределяете эти позиции по вашему опыту. Как вот в LinkedIn Recruiter, там вот Project Manager, там он подчеркивает, то есть, когда рекрутер вас ищет, да, он ищет не по имени, фамилии, он ищет по названию и позиции. Account Manager, например, или Sales Manager, да, а потом уже там локация, идет там знание языков, образование и так далее. И как раз, чем больше в вашем профиле нужных слов, Account Manager, Sales Manager, да, и так далее. В профиле я имею в виду в шапке, Open to Work, в опыте, тем лучше. Ну, то есть, как бы все, ну, это как поисковая оптимизация, знаете, как SEO для сайта, да, чем больше ключевых в сайте, тем выше вы аранжируетесь в поисковой выдаче, там, в Гугле, например, да. То же самое, здесь просто как бы это нужно, ну, как бы это нужно понимать, как раз на этих прожарках я в том числе как раз об этом и говорю. Good, то есть, про позиции сказали, про достижения сказали. Что еще? Давайте навыки подтвердим. Образование, все отлично, мастерс дегри, скиллы отлично, языки отлично, интересы тоже. Если у вас есть, там, например, описание проектов, можно добавить раздел Projects. Если есть публикации какие-то, да, не знаю, вы где-то какие-то статьи, даже на русском языке можно добавить раздел публикации. Ну, это как бы пожелание, это такой как бы уже доп вещи. Я рекомендую вам добавить еще рекомендации. Возьмите у того же Дениса Старка рекомендацию на LinkedIn. Ну, вы ему, а он вам. Вот такой будет там, вот появится здесь одна рекомендация, уже будет хорошо. Вот, ну, как бы, ну, это дополнительно я основное сказал, да, это шапка, позиции, описание опыта. Ну, и раздел About тоже доработать. Понял, Иван, спасибо большое. Вот, вот смотрите, как, например, раздел About у профиля Андрея указан. Видите, там Senior Head of Sales, Директор of Sales, Трайлев Алис Сапоги, 15 лет опыта, такие-то компании, Авая, Саб, ВМВР, и вот пример достижений, да. Нанял 60 специалистов, увеличил 4x Team Growth, ну, это, соответственно, на ревеню повлиял там у 2 и так далее. Ну, то есть какие-то цифры, да, не в абсолютном, там, в долларах, там, или, там, не знаю, в рублях, что там, в евро, а в относительных, там, увеличил продажи, сделал это, внедрил такую-то функционалу и так далее. Вот. Вот, это как пример About, который нужно. Email, телефон, пожалуйста, обязанности и скиллы. Вот, вот можно взять как некий reference. Good, вопросы, пожалуйста. Нет, вопрос, все понятно, спасибо большое, Иван, спасибо, я возьму на вооружение и подправлю, надеюсь, это принесет свои плоды, потому что пока что я как-то бьюсь об стенку с поиском работы в Швейцарии. Тут, смотрите, тут тоже такой вариант, что касается поиска работы, это сейчас не про LinkedIn, это сейчас в целом, да, как бы, на раз уже затронули тему, а поиск работы, LinkedIn, он помогает искать работу как активно, то есть когда вы откликаетесь, да, так и пассивно, то есть вы ничего не делаете, а к вам приходят рекрутеры, да. Да, естественно, лучше совмещать и то, и то. Про активный поиск я говорю, что не просто, когда вы берете резюме, а и откликаетесь на позицию. LinkedIn позволяет еще писать рекрутерам и рефералам, то есть сейчас ситуация на рынке складывается таким образом, что очень много влияет рекомендация, рекомендация на конкретные позиции, то есть когда не просто вы откликаетесь, а когда вас рекомендуют на какую-то позицию, вот, это тоже очень-очень важно, поэтому добавляйте рекрутеров, добавляйте других сейлс-менеджеров из Швейцарии, да, и растите нетворк, и в холодную, если вы не знаете людей, это важно, вы не знаете этих людей, но вы их добавляете в сеть, это, это прям вот так это и работает, и потом можете им рекомендуйте, ничего страшного, у меня постоянно пишут, что кто-то там из Дубая просит рекомендовать, там, вы через какую-то компанию, ну, в общем, тоже, как бы, имейте в виду, это очень хороший способ. Поняла, спасибо, поднимите в виду. Пожалуйста, пожалуйста, так, сейчас давайте я чуть отключу, у нас следующий был Алексей Разводов, вы, Алексей, тут, сейчас, так, 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 Алексей, Алексей, а я не вижу, да, сейчас пока вопрос, Дэн спрашивает, как мне понять, чего писать больше, продукт-оунор или продукт-менеджер, я рекомендую вам написать и то, и то, если вы можете выполнять роль как продукт-оунора, так и менеджера, пишите продукт-оунор-сэш-продукт-менеджер, и то же самое указывайте, ну, и в шапке, и в Open2Work. Так, слушайте, Алексей, а я не вижу, секунду, а, вот, все, вижу, все, я попросил вас включить звук и видео. Можно, ну, можно без видео, как вам удобно, но звук лучше включить. Всем привет. Привет, скажи, пожалуйста, ты в поиске работы сейчас находишься или просто как бы присутствуешь на LinkedIn? Блин, ой, так, сейчас, ага, если ты выключаешь микрофон, только я могу включить. Да, я понял, я понял, да, что лучше не выключать. Лучше не выключать. В целом, я сейчас в активном поиске, но не стремлюсь уходить с текущей работы, то есть открыть новые возможности, скажем так. Гуд, я понял, то есть как бы неплохо бы посмотреть, что в целом творится. То есть ты Data Engineer, а ты нормальный, а то я так натыкаю или натыкаю? Да, вполне. Окей, так, и телевелопер, Data Engineer, окей, круто-круто. Поехали. Ну, давай, собственно, как бы сверху вниз, давай посмотрим на рекрутере, кстати. А ты Open to Work, а ты не Open to Work, все, окей, хорошо. Хорошо, смотри, что я бы рекомендую. Кстати, у тебя Premium, а ты Premium купил с какой-то целью, с целью аналитики, или ты проходишь курсы на LinkedIn Learning? Надо посмотреть первый месяц, какие возможности есть, что дает, но в том числе аналитику по компаниям, что есть на многих других площадках. Я тебе рекомендую это, что я сам, ну, по крайней мере, делал не так давно. На LinkedIn Premium есть крутой сервис, называется LinkedIn Learning. Это курсы обучающие, а ты, когда проходишь курс какой-то, у тебя появляется подтверждение навыка, к навыку, что ты прошел курс, и можно еще как раз там вот этот сертификатик получить. Там есть курсы и по полчаса, и по часу, то есть такие микро. Поэтому я рекомендую пока, есть такая возможность как раз по Data Engineering, вообще там по хранилищам и так далее, по аналитике, по всяким там BI-историям, пройти пару курсов лишним не будет, тем более, как бы это первый месяц у тебя бесплатно. Дальше по фотографии. Крутое фото, ну, оно либо профессиональное, либо близкое к профессиональному. Я бы рекомендовал это просто чисто как раз вот из оценок там того сервиса, да, там фотофиллер, про который я говорил. А когда ты смотришь камеру, взгляд в камеру, просто там в худи и так далее, ну, в том костюме, ну, в том виде, в котором у тебя есть, будет лучше. То есть взгляд в камеру – это просто, ну, плюс баллов, там, 5 баллов к, не знаю, к харизме. Да, реально люди лучше реагируют, когда ты смотришь непосредственно в камеру. Это просто чисто вот такой небольшой. Дальше. Data Engineer, Lead of ETL, Tag Extraction. Окей, все. Helping to draw data into actions. Окей. Good, хорошо. Опять же, я бы рекомендовал бы… Сейчас я закрою сообщение. Я бы рекомендовал Lead of ETL. Так, я понял. Смотри, как… Вы помнишь, я сейчас как раз говорил про шапку, что нужно вот эти позиции, на которые ты претендуешь, указать в шапке. Как это делается, если ты не знаешь, что писать? Понятно, что ты там ETL Developer, да? Data Engineer. Инженер, извините. Я рекомендую как раз зайти в раздел, в раздел, раздел «Работа», вбить ETL Developer. Да, я не знаю, ну, давай на это стоит какой-нибудь. И посмотрим, какие позиции актуальны. Data Engineer актуален. ETL Developer актуальна. ETL, 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 ETL. Engineer Data. ETL Developer Lead. Если ты Lead, у тебя три человека, я увидел, да? А укажи, как раз, возможно, старший ETL Developer, Senior ETL Developer. Тоже можно указать. Поэтому в шапке как раз я бы рекомендовал указать следующее. Senior, ну или Lead ETL Developer, запятая ETL Developer, запятая Data Engineer. Там с количеством опыта работы. Не знаю, там сколько у тебя. Один, два, ну, два, там два плюс. Да, ну или, окей, SQL. Ну, SQL, конечно, другое. Ну, можно, окей, хорошо, если сложить, получится там три плюс года опыта работы. Там, и вот оставить как раз вот эту фразу, некую такую моджу, да? Health and turn raw data into actions. Good, good, хорошо. Дальше я вижу, у тебя включен режим автора. Ты пишешь про ETL, SQL, Data Engineering, хэштеги. Ты физически находишься в Тбилиси, правильно? Ну, там работаешь. Я рекомендую, опять же, когда ты будешь некой там активной стадией поиска работы, ну, или вообще хочешь посмотреть рынок, да, что предлагают, там пишут рекрутеры, не пишут. Это поменять локацию. Посмотри, ну, то есть поменять, ну, понятно, да, ту локацию, где ты хотел бы быть, да? Потому что есть удаленная работа, есть, и, опять же, возможно, ты хочешь релацироваться. Ну, то есть куча-куча вот этих нюансов. Поиграйся с локацией. Да, идею, понял. Идею, понятно. Окей, good. Хорошо. Так, давай поехали дальше. About. About, смотри, так, да, то, что ты указал, Stack Airflow, там, Azure, SQL, Python, Terraform, это круто. Я рекомендую, ну, во-первых, сделать абзацы, то есть, чтобы это не было одним сплошным текстом, а чтобы это лучше читалось, да, то есть одна мысль с разделением на абзацы. Я тебе рекомендую отдельно выделить техстэк в, сейчас тебе покажу профиль разработчика. Он разработчик, не да, ты инженер, но ты помешь логику. У меня просто есть один хороший профиль, я другие профили сохраняю, потом как раз показываю, как некий референс. Идея, наверное, внизу отдельной строкой через запятую. Сейчас я тебе покажу. Да, можно через запятую, вот, смотри. Человек из Румынии, нам даже не важна там его позиция и так далее, просто посмотри, как сделан about. Понимаешь? Он пишет там, я такой-то Vue.js, PHV-девелопер, консультант, фрилансер, 9 лет опыта, видишь, как он выводит? About my skills. Backend, frontend, others. Тут сразу вопрос. Да. Нужно ли дублировать все скиллы, которые есть в резюме? Я почему-то думал, что здесь стоит как раз указать 5-6. Смотри. Не расстегивать, смотри. Тут какая история, у тебя же есть вот эти скиллы, это топ-скиллы, это те скиллы, которые указаны, да. А дальше все, что ты указываешь в тексте, не как вот эти скиллы, а как в тексте, это просто ключевые слова. То есть любое слово, которое ты указываешь, скилл, фреймворк, это софт, хардскил, неважно, да, это ключевое слово. То есть чем больше ты укажешь, тем лучше. То есть видишь как раз вот у этого разработчика, у него мало текста, ну там буквально, да, там несколько слов, да. А дальше все в неких, ну, по сути, в скиллах. Бэкэнд, фронтэнд, там JavaScript, jQuery. Я понял, все оптимизация. Гиты, всякие ажуры, видишь, даже джиры указаны, да. И типа телефон, контакт, ну, телефон, email и Skype. Все. Вот примерно что-то то же самое. Ну, текста можно больше добавить, да, что я team lead, что я там про people management, team management и так далее, да. Ну, то есть какие-то софтовые, да. Ты все-таки, ну, как бы, лидируешь, да, управляешь людьми. И потом просто вот это как, ну, облако тегов, да, условно, да. Вот эти скиллы, фреймворки, языки, там, всякие ДВХ, терадаты, там, Hadoop и так далее. Ну, там, с чем работал, да. Я просто с этой штукой тоже работал как project, поэтому чуть-чуть понимаю. Good. Поехать дальше. Смотри, вот здесь у тебя тоже указано, да, ты инженер, lead, трех девелоперов. Я рекомендую тебе указать через слэш вертикальный. То есть, lead, как мы с тобой это описали? Data engineer lead, просто data engineer, сейчас, как? Ну, то есть, lead data engineer. Через вертикальный слэш, например, просто data engineer. Либо, либо, кстати, а ты скажи, ты в эту компанию уже ли дом пришел? Или вырос до лида? Вырос. А если вырос, тогда раздели опыт. Добавь, ну, то есть, условно, в последнюю позицию укажи lead data engineer. Добавь опыт, то есть, ты добавляешь там через плюсик тот же опыт, указываешь ту же самую компанию. Период работы, например, ты с июня 22 по декабрь 22, ну, там, условно, да, полгода работал обычным разработчиком, или там, или медлом, или сеньором, ну, там, смотри, да, а потом стал лидом. И таким образом ты покажешь же свой карьерный рост и разделишь, как бы, ну, понятно, свой опыт. А дальше у тебя будет именно льда. Окей, понял. И самое важное, как раз ты вот этот опыт, который у тебя здесь описан, ты часть перенеси, ну, понятно, в обычного разработчика, там, сеньора, да, например, а часть в льда. Вот. Что уже, что хорошо? Helped, integrated, migrated, structured. У тебя все отлично написано. 20%, N2M процесс, SQL, top 3 local providers. В целом, окей. И про этих трех лидов, ой, про этих трех лидов, про этих трех разработчиков укажи здесь, что ты лидировал, ну, лидируешь, да, там, leading team of free table developers. Включай мотивацию, включай фидбэк, там, performance review и так далее, и так далее. Просто убери из описания позиции это в сам опыт. Так, Алексей завис или я завис? Надеюсь, все нормально. Так, Алексей подвис, давайте пока я отвечу на вопрос. Алиса спрашивала, где-то слышала, что LinkedIn может банить за указание настоящей локации. Алиса, смотрите, да, такое может быть. Так, Алексей, сейчас ты переподключился, сейчас я тебе микрофон включу. По поводу бана. LinkedIn может банить за это, но... Выдай микрофон, а я тебе включу микрофон. Включаю. По поводу локации, да, еще раз. LinkedIn может забанить за ненастоящую локацию, но не потому, что вы указываете локацию, как это происходит, ну, как я это читал и, собственно, непосредственно понимаю. А вы указываете локацию, например, не знаю, Нью-Йорк, США, да, а подключаетесь к грузинского айпишника. И LinkedIn думает, что ваш профиль взломали, да, таким образом подключаются к вашему профилю из другой локации. Ну, то есть, например, там из Грузии, да, вот как это. И поэтому ваш профиль банят и просят подтвердить, как правило, после такого просят подтвердить, что это реально вы. То есть, есть такой кейс, когда банят профиль временно и просят предоставить либо там фото паспорта, либо фото водительских прав, там, ну, то есть, какой-то документ, где есть ваша фотография и имя, фамилия, да. И после того, как вы это предоставляете, профиль разблокируется. Вот. Собственно, почему это не происходит. Да, Алексей, давай тогда с тобой закончим, я отвечу еще на вопросы. Окей, собственно, по опыту, как рассказали, по middle все отлично написано, по junior school developer все отлично. Цифры есть, скиллы есть, описание компании тоже есть, но описание проекта. Дальше образование, мастерс дегри, курсы и так далее. Кстати, я тебе рекомендую следующее, а что такое вот это, второй пункт, ITMU University, Advanced Training Curses, Human Resource Management. Четвертое образование, курс повышения квалификации. А, типа ты, то есть, ты закончил, у тебя здесь магистр, а здесь, слушай, курс повышения квалификации, а у тебя есть какая-то степень, а-ля бакалавр? То есть, лучше перенести в сертификаты? Если, да, лучше перенести сертификаты, либо есть у тебя какая-то степень, бакалавр, магистр, то указать это непосредственно в образовании, указать степень. Там, не знаю, бэчеллус, дегри, там, HR менеджмент, например. Окей, good, здесь все хорошо, лицензии сертификаты, все хорошо, скиллы, good. Кстати, еще по поводу скиллов, забыл сказать тоже. Ну, во-первых, скиллов можно добавить 50, лучше добавить максимальное количество, чем больше, тем лучше. Каждый скилл – это тоже ключевое слово, в том числе как раз и как в about. И также на LinkedIn есть ассессменты, то есть это внутренние тесты, которые, ну, LinkedIn сам предлагает пройти тесты, понятно, там можно через поиск это найти, но в основном предлагает там по специализации, там, не знаю, JavaScript, ETL, там, DVH, ну, в зависимости от вашего профиля, да, как-нибудь agile методологии. Я рекомендую пройти эти скиллы, ой, эти тесты, извиняюсь, тогда у вашего скилла, у скилла соответствующего тесту, например, не знаю, там, ETL или JavaScript появится, да, вот, Pest LinkedIn Skill Assessment, вижу, ты уже прошел один. Я рекомендую пройти еще несколько релевантных твоей непосредственной позиции. Это реально помогает, это дополнительный ключик к, ну, в том числе как раз поиску. Языки все ок, рекомендации, вот рекомендации тоже добавь у текущих, возьми, у тебя три разработчика, попроси их написать рекомендацию, поставь задачу, чтобы, ну, то есть, чтобы тебе написали лиду хороший отзыв, а ты им напиши, да, это тоже будет, будет хорошо, и им хорошо, и тебе все это, друг друга, друг друга поняли. Good. В целом, такое все. Пожалуйста, вопрос, Алексей, а у тебя я микрофон выключу, все я включу. Да, слишком сильная привычка идти в свободное время. Понимаю. Вопрос, наверное, один, продублирую то, что написали в чате, нужно ли summary оставлять коротким, словно от 250 до 500 символов? Смотри, в целом это не обязательно. В summary, по-моему, помещается, если не ошибаюсь, 2600 знаков. Это примерно размер одного поста. Я рекомендую следующее. У меня summary очень большое написано, там, и достижения, и всякие эти облака тегов и так далее. Здесь принцип такой. Ну, как бы, я говорю следующее. LinkedIn стерпит все. Скорее всего, summary, вот прямо вот по диагонали, там, или как-то читать, мало кто будет. Но если будут, да, то нужно написать самую актуальную информацию, достижения, там, стейки и так далее, для того, чтобы просто, как бы, ну, повысить там свою выдачу, в том числе и поиски. Вот и все. И еще, что важно, summary, опять же, которое, если напишите, ну, полное, ревантно, актуальное summary, это summary можно использовать, естественно, в усеченном виде, в том же резюме. То есть, условно, вот то, что у меня написано у меня в LinkedIn профиле, то, что в резюме, у меня одинаково. То есть, у меня шапка написана, там, я такой-то, такой-то, там, с таким-то количеством лет опыта, в таких-то сферах, там, FTA, финтехи, банкинги, там, IT, software, development. А дальше просто указываю, да, пару скиллов, там, софтовых, да, я, там, про people management, по, там, всякие, job leadership и так далее, и так далее. Ну, то есть, беру, там, 2-3 скилла и указываю это тоже в summary, в резюме. Вот и все. Поэтому ограничение, там, 500, 600 или 700, это не является обязательным. Да, нужно ли было, чтобы было короче или короче должно быть резюме? Да, то есть, принцип такой, лучше резюме сделать коротким, не более, там, двухстраниц, в зависимости от опыта, да. Понятно, чем больше опыта, тем, хотя, как бы, старый опыт, он, наоборот, убирается. А в LinkedIn лучше по максимуму. LinkedIn стерпит все, как я уже и сказал. Так, окей, Алексей, да, еще какие-то вопросы? А то я тебе микрофон. Все, нет, спасибо. Нет, все, супер, спасибо, что пришел и отдал свой профиль. Так, пару вопросов и поехали дальше. Иван, можете показать, как ключевые слова в описании профиля показывают рекрутеров? Смотрите, я могу показать, если LinkedIn рекрутер заработает. Как это происходит? Ну, во-первых, там есть большое количество поисков, фильтров. Я об этом хочу сделать отдельный пост, реально очень много фильтров. Просто каждая влияет в основном, как происходит, ну, то есть, там, можно и по локации, по компании и так далее. Как происходит поиск? Например, мы ищем проект менеджера, да. Что очень важно? Выбиваете позицию проект менеджера, да. Появляется куча-куча-куча проектов, да, из разных стран, с разной локацией. Ну, в первую очередь появляются позиции, ну, там, открытые позиции, открытые профили тех проектов, ну, там, тех проектов или там разработчиков, неважно, в зависимости от такого вы ищете, по вашей локации. То есть, условно, если рекрутер находится в Дубае, ему показываются локации, позиции в Дубае, ну, и так далее, да. Поэтому, как раз, он, понятно, может поменять локацию, да, любую, хоть там, из Дубая искать в Лондоне, да, ну, или наоборот, но по умолчанию ставится именно эта локация. Дальше, как видите, проект менеджеров 11 с лишним миллионов человек, у которых открыт Open to Work. И, собственно, вот эта карточка, да, как раз, ну, вот сейчас, если не открывать, да, там, имейлы и прочее-прочее, всегда идет поиск по ключевым словам, по шапке, по опыту, потому что есть в Open to Work, по скиллам, да, причем скиллы, это те, LinkedIn считает, что именно эти скиллы релевантной позиции проекта, например, там, change management, negotiation, ну, в целом, это да, и, собственно, непосредственно, как раз, в том числе, по локации. А дальше, дальше, рекрутер может уже персонально настраивать, да, он может настроить компании, он может настроить job title, например, какой-нибудь там head of project и так далее, и так далее. Он может настроить локацию, то есть это все индивидуально, непосредственно из поиска. Ну, а дальше открывается профиль, да, и можно там сохранить на проект или отправить сообщение. Вот, то есть, как правило, поиск идет по названию позиции, по скиллам, по локации, и иногда по компаниям, по, там, вот в разделе как раз ключевые слова, а кейворд можно, я не знаю, добавить там какой-нибудь, там, что-нибудь, это выпуск, какой-нибудь там финтех. То есть, в какую-нибудь предметную область, да, вот, собственно, как раз по пимитех он выдает именно как раз эти, по индустрии. Есть еще индустрия, вы когда добавляете любую позицию, ну, любую, любое подработы, указывается там индустрия, например, там, IT-консалтинг, там, не знаю, e-commerce, банкинг и так далее. И как раз по этой индустрии, в том числе, как раз в том числе идет поиск. Но, как правило, поиск, он многогранный, да, то есть, и project manager, и там, и финтех, то есть, там, через оператор можно достаточно успешно искать большое количество людей. В основном, вот, все этими фильтрами непосредственно на это все набрасывается. Вот, это вкратце, вот, видите, вот он нашел project manager и финтех. То есть, например, это как раз почему очень важно указывать в шапке профиля именно предметную область, где вы работаете, да. Вот, собственно, как раз потому, что это тоже учитывается в поиске. Да, как keyword, да, 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 как keyword или как индустрия, например, банкинг. О, меня выдала Анатолий Степаненко. Прикольно. Добро пожаловать. Так, показал Иван, есть у меня доп. образования к высшему акцентологии на менеджера продукта, куда лучше добавить, сертификат или образование? Смотрите, Любовь, вопрос такой, если вы джун, если вы прошли, собственно, курс анатологии, и у вас это единственная вещь, которая связана с product management, то лучше укажите в образовании, потому что у вас это будет показывать, видите, образование – это важный момент при выдаче в поиске. А если это просто доп. образование, ну, то есть некий курс, да, который вы прошли, просто повышали квалификацию, укажите это в лицензиях и сертификатах. Так, про поиск, а можно искать полностью удаленные работы без привязки к локации в LinkedIn, без ограничения, каждый день в стране, в городе и так далее? Смотрите, Алексей, все очень индивидуально. Искать полностью удаленные работы можно, конечно, через тот же поиск искать, ремоут, но как бы лучше смотреть точечно. Опять же, где-то рекрутор пишет о том, что, возможно, удаленная работа, где-то не пишет и так далее. Поэтому это все индивидуально. То есть делать там какой-то фильтр удаленная работа, если не ошибаюсь, в поиске нельзя. Поэтому нужно смотреть конкретно точечную локацию, смотрите по стране и смотрите по названию позиции. Вот и все. Повышает ли шансы на выдачу указания в шапке профиля Product Manager и отдельный Senior Product Manager? По сути, позиция одна и та же, только Great разный. Да, повышает, потому что могут искать как обычного продукта, так и Senior. То есть, условно, если я сейчас вобью Senior Project Manager, он должен искать сеньоров. Ну, посмотрим. Сеньоров в Интехе. Да, Senior Project Manager, видите, то есть он подчеркивает именно как раз позицию Senior, вот. Здесь в Интехе, здесь Senior Project Manager. То есть, видите, он ищет и вот-вот меня нашел. Отлично. Здравствуйте. Senior Project Manager, поэтому да, повышается. Good. Поехали дальше. Кто у нас следующий? Алиса. Извините, если... Вот, да. Пожалуйста, Алиса. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Так, скажите, пожалуйста, вы... А, Open to Work. Ну, да. В целом, ищите работу. А где ищите? Я не скрываюсь, да. Да, где ищите? Ну, сейчас посмотрим. Ну, я сейчас смотрю больше, наверное, в Черногории. В Черногории работы как таковой нету, ну, то есть ее мало. Вот, поэтому что-то на удаленку, как минимум на год. Дальше уже. Ну, вы готовы рассмотреть еще Великобританию, я так понимаю? Ну, да. Это если предложат релокацию, то я бы хотела туда двинуть. Смотрите, логика какая. Окей, Project Manager, Project Lead. Укажите, в Open to Work можно указать 5 вакансий, а укажите еще 3. Какой-нибудь там Senior Project Manager, Program Manager, не знаю, Delivery Manager, Head of Projects. Есть такая эксклюзивная. Ищется очень легко. Вы вбиваете просто позицию Project Manager в поиске, выбираете United Kingdom, например, и смотрите, как описаны позиции. Потому что одна и та же позиция может называться по-разному. Сейчас не про грейд, говорим, сейчас про функционал в первую очередь. Вот. Это важно. Возможно, какой-нибудь скрам-мастер. Тоже, если вы понимаете, что у вас душа, фасилитации, церемонии, people-менеджмента, то кучу бы нет. Скрам-мастер популярная позиция. И в некоторых компаниях скрам-мастер получает больше, чем Project. Есть такие кейсы. Особенно какой-нибудь там синий скрам-мастер даже такой есть, я встречал. Попробуйте с разными вакансиями, ну, с разными названиями поиграть. Дальше. Опять же, локация он сайт. Укажите конкретные страны. Здесь тоже можно указать пять стран. Европейский союз ОК. Самое большое количество позиций, где я встречал в Европе, это Германия и Голландия. Но туда не хочется, поэтому я и не указывала. Окей, ну, укажите, не знаю, что-нибудь, куда ходят, Португалию, Испанию. Но тут надо тоже смотреть, тут как бы не столько, да, куда хочется именно только переехать, надо еще смотреть на зарплаты. А тоже очень важно понимать, что в той же Испании там не очень высокие зарплаты, но очень высокие налоги. Ну, хотя то же самое и в Голландии, и в Германии. Поэтому как бы смотрите тоже по этим пришлось. Sorry, мне тут звонят. Посмотрите, какие страны вам еще предвинулись. Возможно, Сербия какая-нибудь соседняя, да. Там тоже очень много компаний, проектов, ну, много людей туда переехало непосредственно. Дальше. Ремоут. Ну, здесь у вас нормально Португалия, Черноголия, United Kingdom, Союз и США. Окей, хорошо. США там не все так просто, но окей. Может оставить здесь в целом ничего критичного нет. Дальше. По шапке. Ну, то же самое, да, как мы обсудили. Указывайте позиции. Project Manager, Senior Project Manager, там, я не знаю, Derivory Manager. Да. Количество летопыта и конкретные сферы. Дальше. Я так понимаю, это у вас с ребенком, да? С фотками очень сложно, да. Я очень сложно. Рекомендую все-таки разделить. Я понимаю, что вы очень любите семью, ну, это видно и по бэкграунду тоже как раз с семьей. Лучше разделить все-таки профессиональное и, ну, некий лайфстайл, да. Вы можете обрезать фон у фотки, да. Вы можете попросить себя сфоткать, ну, и фотка в шапке, как бы, ну. Не, как бы я ничего не имею против, но, опять же, там, знаете, как, ну, некоторая фотка там в шубе, да. Ну, ты летом смотришь такой, блин, или из Дубая ты смотришь такой, ну, блин, плюс 50. Ну, как бы это, не то, что как бы это странно, просто немного, ну, некий скажешь, ну, как бы странная фотография, да, там, не в пиджаке, ну, даже не дело там в костюме, да, а именно в том, что как бы в такой одежде, которую мы... Ну, я понял, поняла, да. Попросите сфоткать себя, там, не знаю, супруга, коллег, там, друзей, просто на фоне белой стены будет хорошо. Просто вот улыбайтесь, такая же прекрасная улыбка на фоне обычной стены, вот у вас там, или вот я вижу что-то вроде шкафа, да, ну, какая-то монотонная история, да, будет лучше, да, и взгляд в камеру. Ну, опять же, я в этом сказал, бэкграунд, опять же, можете оставить в целом, как бы, здесь это. А контактная информация, ой-ой-ой, что-то у вас тут поехало в адресе. Тут как-то непонятно, как указать, что звонить мне, наверное, не получится, то есть, если какие-то рекрутеры, которые мне хотели звонить на мой московский номер, вот на этот вообще никто, кажется, звонить не может, вообще с телефоном что-то сложное. Я указала телеграм, но он, его некуда, короче, запихнуть, чтобы в телеграм звонили. Я тут что-то растерялась. Укажите, там можно указать, по-моему, персональный сайт. Если в адресе, в адресе не нужно указывать телеграм. Там, по-моему, веб-сайт что-то такое указать, там, по-моему, персонал, типа, укажите ссылку на телеграм. Ну, опять же, по опыту могу сказать, что рекрутер обычно в телеграм, да, в сайт можно, да, вот в сайт как раз. И нужно указать, ну, просто ссылку, ну. Ну, да, поняла, что-то я не нашла, куда написать, куда-то написала и забыла об этом, если честно. Окей, смотрите, я вам еще рекомендую, у вас, скорее всего, у вас профиль двуязычный, да, но я рекомендую вам удалить, ну, один язык, но если вы нацелены на международный рынок, оставьте только английский. А как это сделать, у меня есть пост в профиле, сейчас, если зайти в профиль, вот здесь посты, вот в избранном, тут есть профиль про смену языка. Да, просто покажу, ну, я могу в чат скинуть, вот, как сделать английский базовым языком. Вот, укажите там, по идее, этот способ должен работать, ну, можете после сделать. Дальше, про open world, как говорили, about, I have more experience, вот 15 лет опыта можно в шапке указать. Программер лучше заменить на девелоперс. Когда вы пишете какое-то сравнение, did a lot of projects and a lot of people, лучше указать, а лот это сколько, 10 или 100? Ну, понимаете, да, для кого-то, это же все зависит от, как бы, восприятия, да, поэтому, ну, для кого-то и 25 проектов, это дофига, для кого-то это, я не знаю, вся жизнь, да, фан-проекта пошла, понятно, проект может быть какая-то ерундовая фича, там, за неделю, а может быть и на полтора года. Какой-нибудь сложный интерпрайз проект, поэтому укажите количество и проектов, и команд. I have good skills, я рекомендую, понятно, что вы пишете I, 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 я рекомендую миксовать эту историю, ну, опять же, это больше, наверное, такая вкусовщина, в целом, хорошо то, что вы пишете от первого, от себя, это важно, но я рекомендую миксовать, там, я не знаю, напишите первое продолжение, professional project manager с 15-летним опытом работы в IT, я, там, умею балансировать между стоимостью, качеством и скоростью реализации проекта и так далее, и так далее. А дальше, там, I'm comfortable, там, discussing technical matters with developers и так далее. Замиксуйте, посмотрите, у проекта, у меня, как написано в профиле, возьмите, там, нужные слова, укажите ваше достижение. Размер команды, количество проектов, что за проекты, возможно, какие-то показатели, количественные, в первую очередь. Ну, то есть, можно в цифрах, там, я не знаю, там, внедрила такую-то систему, разработала такое-то приложение и так далее. И тоже ключевые слова, то, что можете посмотреть, как у меня это реализовано. Окей, good, хорошо, давайте пройдемте к опыту. А что такое analyst плюс program manager? А, вы совмещали, да? А, они объединили опыт. Правильно я понимаю? Не совсем, я была аналитиком плюс project manager. Я писала и контролировала. Все 7 лет? Ну, по сути, да. Ну, в мобильных приложениях не было аналитика, я сама рисовала все схемки, документацию писала. Я бы разделил бы этот опыт, я бы указал бы, что, например, вы первые, там, 2-3 года были бизнес-аналитиком, причем аналитиком каким? Бизнес-аналитиком. Систем, систем-аналист, так и пишите. А потом стали project'ом. Ну, то есть, логично, что вы поработали, там, 2-3 года, ну, не считая, там, МТ, ну, как бы, окей, считая, но, тем не менее. А 2-3 года поработали аналитиком системным, потом перешли в project'ы, потом в senior project, потом в леда, где вы работаете до сих пор. Потому что, да, по сути, у вас весь, весь ваш опыт, он связан как раз с одним местом работы. Ну, весь релемантный опыт, да. А покажите непосредственно рост, как выросли. А можно еще спросить тогда, чисто теоретически я могу разбить компанию на несколько компаний. Стоит это делать или нет? То есть, не отпугивает ли людей 12-летний опыт в одной компании? Ну, нет, вы можете разбить. Смотрите, тут все зависит от конкретной компании, куда вы идете. Для кого-то 12 лет – это что вы не бегунок, да, что вы любите свою компанию, свою работу, да, что вы такой преданный сотрудник. А с другой стороны, многие могут посчитать, ну, не многие, там, часть, посчитать, что у вас чуть-чуть, как это, как это, вы не смотрите по сторонам, да, то есть, что происходит. Да, у вас рост есть, компетенция растет, количество проектов растет, но, как бы, опять же, понятно, каждая компания – это свои процессы, это свои нюансы и так далее, да. И поэтому это можно как бы так и так. Я рекомендую вам пока оставить, как есть, да, и просто уже смотреть непосредственно. Вы же ходите по интервью, вам же дают какие-то фидбэки, наверное. Вот с этим сложно, на самом деле. То есть, я ходила на одно, по сути, вот, а никто особо не приглашает на интервью. Вот, я думаю, может быть, что-то не так. А вы откликаетесь? Ну, я что-то откликалась, да, вот, где я откликалась, туда я не прошла, то есть, через какое-то время отбревают. Я была, да, я была на одном собеседовании, собственно. А прошли как, просто откликнулись? По рекомендации. А, ну, вот, как бы. А тут, смотрите, какой момент, если вы откликаетесь на, ну, опять же, я не говорю про там 3-5 позиций, да, я говорю что-то там несколько десятков, например, там, 30-40-50 раз, и вас вообще не зовут на собеседование, надо смотреть резюме. Ну, я так не натыкала, да. Я очень выборочно отношусь, посмотрела, почитала, написала. Есть разные стратегии, есть ковровая бомбардировка, да, извините, а есть прям точечная такая, точечная история, да, когда вы выбираете стэк и компанию, читаете о продукте, там, смотрите сайт, а вот эта миссия не нравится и так далее. Для того, чтобы понять, что с вашим резюме все в порядке, ну, там, и с опытом, да, вот 12 лет опыта, или там, по годам в 12 компаниях, да, это нужно смотреть, именно как раз вот эта конверсия из определенного количества, ну, как правило, несколько десятков отправок резюме и какая конверсия в собеседование. Тогда нужно смотреть. То есть здесь, по-разному, то, что нужно понимать, ваше резюме является пропуском на собеседование. Вот и все. То есть, грубо говоря, это ответ на вопрос, почему мы должны взять на позицию project-менеджера. Ну, все. У меня, по-разному, резюме плюс-минус такое же, как LinkedIn. Вот это неверная тактика? Нет, почему? Это в целом верная. Тут надо просто смотреть на формат. Ну, то есть здесь надо совокупность. Как оно написано, как оформлено, какие слова там есть, что можно убрать, что не нужно убрать, да. Ну, то есть какие-то вещи. Обычно в резюме, ну, опять же, в LinkedIn можно писать все, да. Все-таки LinkedIn – это история нашей профессиональной жизни, да. Там, начиная, не знаю, с института, да, заканчивая текущим днем. Ну, у меня так написано, да, там всякие технические поддержки, системные администраторы у меня указаны и так далее. Вообще нерелевантно моему текущему опыту. Поэтому здесь нужно точно смотреть уже в… Ну, давайте про опыт сейчас и поговорим. А помимо этих позиций, да, что… Смотрите, хорошо, что вы разделили обязанности достижения. Я, ну, some of my achievements, просто можно написать achievements, либо achievements, либо accomplishments. Это плюс-минус синонимы. Укажите чуть больше подробностей. Haring, mentoring and leading team of PMs. Какое количество PM-ов, да. Sharing experience with whole team. Отлично, да, вы как лид, шерите это. Траблшутинг. Что такое траблшутинг? Ну, я понимаю, о чем идет речь, но как бы чуть более подробно, да. Helping with some of cold types of problems. Это, по сути, то же самое, что и траблшутинг. Смотрите, не знаете, что писать вот в обязанностях, да. В обязанностях открываете любую позицию project manager в каком-нибудь UK, да. Посмотрите, что нужно. Наверняка там будет написано, там, управление сложными интеграционными проектами, управление командой до, там, не знаю, 20 человек, управление, там, не знаю, проведение скрам-церемоний, ну, что-нибудь такое, да, там, работа с рисками, работа с контролем бюджета, с коммуникациями, взаимодействие с этой кодерами. Ну, то есть вот эти фразы, которые вы найдете там, самые лучшие берите в обязанности, да, а не просто траблшутинг и solving all types of problems. Ну, как бы это, опять же, some of my achievements. Только чипернг-церемоний комьюнити. Окей, мета-презентейшн, менеджмент-пашинг-экспериенс. Окей, хорошо. Подготовили презентацию для менеджмента. Пошерили опыт с хорошим стори-тейлингом. Ответили на вопросы. Что это дало? Ну, качество работы повысилось. Вот, а как вы это померили? Это, типа, меньше багов стало? Или там... На комплитов меньше. На комплитов. Ну, условно, так и пишите. Это повысило, что повысило, подготовило, я не знаю, подготовило там презентацию или, я не знаю, там, сделало, не знаю, там, реестр выученных уроков, да, по всем проектам. И что повысило там качество проектов или там скорость работы на 15%. И условно говорю. Какой... Я сейчас, ну, может, генерирую не то, но смысл... Я поняла смысл, да. Когда ты 12 лет работаешь, очень сложно научиться искать работу. Я могу сказать, на самом деле, про достижения, кстати. Спросите у ваших коллег. Ну, вот, если вас охарактеризовать как профессионала, да, то что именно они могут выделить среди вас? Ну, я попросила написать про меня... Как они называются? Такой спидеризм, я хотел сказать. Добрые слова, собственно, они добавлены в LinkedIn от парочки девелоперов, лидов, менеджеров моих, дизайнеров. Ну, короче, она собирала, что быстренько смогла. Хорошо, да. Если рекомендации есть, это здорово. Теперь главное вот это все оцифровать. У любого проекта, да, это количество реализованных проектов, это количество просрочек, это какие-то метрики. У любого проекта, я уверен, есть количественные результаты. Есть качественные, есть количественные. Количественные, там, не знаю, заработать, продать, внедрить, оптимизировать, сократить издержки какие-то и так далее. Укажите эти достижения, да. Внедрили такую функцию и, я не знаю, revenue share увеличилась на 25%. Я устойно говорю, да? Что-то такое именно в цифрах, да? Воспитала команду из трех PM-ов, сейчас, я не знаю, ну хорошо, да, воспитала или заментрила трех проектов. Сейчас ничего не делаю и пью вино, да? Нуля. Не, ну как бы это, понятно, позиция лида, она больше про people management, но как бы тем не менее. Good, кстати, вот про обязанности, ой, про рекомендации, тут тоже Дэнс задавал вопрос. Часто ли рекрутеры запрашивают референсы у бывших коллег до интервью? Как этот процесс происходит? Смотрите, у меня был кейс, когда я искал работу, у меня референсы, то есть рекомендации, ну то есть кто может подтвердить мой опыт, запрашивали, когда мне уже дали оффер, ну или там предоффер, да? То есть когда меня запрашивают какую-то информацию, там имя, фамилия, там семейное положение, возраст и так далее, и кто может поручиться за мой опыт. Как правило, рекомендации, ну это зарубежные рекрутеры не там ищут сами, не запрашивают до интервью, как правило, это уже, ну финальный, там предфинальная стадия. Говорю опять же, что конкретно у меня было. Ну опять же, тут, кстати, тоже плюс у тех же рекомендаций, которые у вас есть, да? Всегда можно дать ссылочку, я так давал, я прям делал скриншот, вот мой опыт может подтвердить вот мой там, не знаю, бизнес-партнер, или мой руководитель, или мой там коллега, project manager, да, там из компании, или там product manager. Вот всегда можно делать скриншот, отправить. Это тоже очень хорошо. Ну давайте тогда к вашему I have worked on huge, ну huge опять же, huge multimodal system. Что такое huge? Многомодульная система. Huge, а в чем размер? Количество модулей? Количество и сложности проекта. Ну в чем сложность меряется? Команда огромная, много разных связующих, опишечек между друг другом. Ну короче, поддержание сложное. Так и укажите, там с 10 плюс IP и там 50 плюс сотрудников в команде. Логика сложная, еще что-нибудь, много можно перечислять. Нет, ну там какие-то вещи, да, это как раз тоже непосредственно важно. Достижения, опять же, ну I have worked и так далее, да, чуть-чуть больше подраскройте, чем вы занимались именно как senior project. Вели одновременно там, я не знаю, два проекта. Опять же, управляли командой до 50 человек, там такие-таки-то люди, да, там управляла рисками, бюджетами и так далее. Посмотрите непосредственно в описание тех позиций, которые открыты. Так, ну и достижения, опять же, те же самые цифры. Мультитайпл-тимс, ну органайз-кондисплей, монолиты, из монолита на микросервисы. Окей, хорошо, а что это дало? Скорость работы увеличила или там перформанс, доступность? Ну, то есть, как бы нужно подраскрыть. А может быть, вы перенесли из монолита на микросервисы, и все стало хуже. Такое же тоже может быть. Маловероятно, наверное. Не, ну, в зависимости от самого продукта. Бывают разные ситуации. Окей, хорошо. Projects, I have worked. Да, вот, кстати, очень хорошая вещь, которую вы указываете про проекты. Different web project, different mobile apps. Ну, опять же, чуть-чуть более подробно. Разработка мобильного продажения для там e-commerce, разработка веб-продажения для там дизайн-студии, да, там такие-таки. Еще, кстати, на LinkedIn у вас нету раздела Projects. В LinkedIn можно добавить раздел Projects отдельно, да, и как раз указать проекты там, перечислить. Перечислить, над какими проектами вы работали. Дальше, analyst, OAOMT, вот это OAO лучше заменить на английский язык. Join Stock Company. Ну, опять же. Мне кажется, это у вас в русской версии, видимо, вы остались. Да, можете либо удалить, опять же, это было одно, либо укажите на английском, пару слов. Education, Russian State University of Tourism and Service, укажите степень. Можете годы обучения не указывать, тут пожелание, укажите мастерс дегри, такая специализация. Долго, слишком имейте совесть, Иван, не резиновый. Окей. Простите, Иван, нам так стыдно. Ничего, ничего. Смотрите, скиллы, ну давайте чуть-чуть еще осталось. Скиллы у вас 22, добейте до 50. Рекомендации есть, все отлично. Языки есть, опять же, вот этот португальский, Russian, English и португальский. Elementary Proficiency. Чуть это. Поменяйте, удалите один язык, оставьте только английский. Ну, опыт достижения шапкой и так далее уже сказали. Рекомендации все есть, добавьте проекты, добавьте лицензии, сертификаты. А, лицензии, сертификаты есть, все. СЕ, Advanced Open Water. Ну, вот это я бы, наверное, удалил бы. Про дайвинг, ну, это можно в хобби написать, да, но это вас как специалиста проекта не продает. Поэтому, я понимаю, это ценно, да, но никому это в контексте проекта непосредственно не нужно. А в СЕ, не знаю, это какая-то аббревиатура, видимо, ну, 2005 год реально очень давно было. Возможно, какие-то курсы по проект менеджменту проходили, стоит добавить. Есть. Окей, тогда поработайте с опытом. Наверное, все. Вопросы? А уровень английского мне убрать, да? Можно? Вы просто про FCE сказали его убирать? Ну, тебе, я думал, наоборот, хорошо, что я показываю, что я сдала какой-то экзамен британский. Нет, я не веду двуязычный профиль убрать. Уровень английского здесь... А, вы имеете вот это, FCE? First Cambridge exam, мне тут поправляют. Да, спасибо. Нет, нет, это оставьте. Хорошо. Вдруг и давить нельзя, и английский. Нет, ну, да, да, да. Дайвинг, да, вы говорите, да, Антон, все правильно, кеммерческий экзамен оставьте. А можно институт убрать? Мне кажется, это какая-то странная штука, что я... Нет, не надо. Не надо. Нужно оставлять мой туризм. Институт, вообще секция образования, education является одной из основных секций. Там их, по-моему, как раз вот первое, about, опыт, образование, еще какие-то, я забыл, там, по-моему, пять. Вот образование является основополагающе, потому что как раз я когда показывал в рекрутере, видите, там карточка идет в том числе как раз с... Ну, ладно, сейчас не буду уже показывать. Идет в том числе образование. Это важно, что у вас образование, есть вот этот мастерс дегри, там, или бакалавр, там, наверное, у вас мастер. Скорее всего. Как вам? Спасибо. Вот, пожалуйста, так, да, действительно, мы немного знились, но давайте, давайте еще раз разберемся, сейчас, кто у нас, кто у нас еще тут, Евгений, так, Ливеринов, если тут, то давайте, а, Евгений тут. Так, блин, где-то видел. Евгений, а тут можно же поднять руку? А, вот, да. Евгений, вы тут? Если тут, давайте разберем и ваш, как раз там минут 15. Так, я вам включаю микрофон. Добрый день. Точно видно? Добрый день, да, 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 отлично, все супер. Отлично. Сейчас я отвечаю. Так, я не выключаю микрофон, пожалуй, тоже получается, правильно? Да, 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 а то придется мне. Сейчас еще Алексей спрашивает, а что делать, если образование нерелевантный колледж, а.к.а. ПТУ? ПТУ не нужно писать. ПТУ, школа, всякие там, какие-то специализированные учебные заведения, не нужно писать. Лучше пишите, ну, опять же, если у вас есть институт, то пишите институт. Если института нет, то даже не окончено выше, лучше, чем никакое. Поэтому, если есть колледж, но нет высшего учебного заведения, то, ну, тогда колледж можно написать, конечно, но я рекомендую не писать. Опыт есть 10 лет, колледж указан. Окей, хорошо, тогда укажите так. Гуд, окей. Евгений, так, ты ищешь работу сейчас или не ищешь в целом? Я сейчас готовлюсь, на самом деле, к поиску работы, но активно пока не откликаюсь, не ищу вакансии. Я работаю сейчас, продолжаю работать и время от времени прокачиваю свои навыки, чтобы перейти на другую работу. Гуд, хорошо. Так, ты на Бали находишься, да, физически, я так понимаю? Да. Гуд. IT Project Manager, фотография хорошая. Если вот такую же фотографию удалить фон, есть сервисы, которые позволяют удалить, ну, просто в бэкграунд, да, поставь какую-нибудь монотонную сторону, не знаю, белый, там, ну, черный не надо, ты сольешься тогда. Какой-нибудь зеленый и так далее. Фон, фотография хорошая. Так, какие параметры, а сейчас еще один вопрос, какие параметры влияют на мою позицию в поисковую выдачу у рекрутера? В поисковую выдачу у рекрутера влияют количество летопыта, локация, занимаемые позиции, образование, скиллы. СССР в том числе может влиять, он вообще влияет на поисковую выдачу, ну, то есть величина. Вряд ли время с последнего изменения. Там, смотрите, я напишу пост, как раз, где укажу, что именно влияет как раз на выдачу. Там есть изменения, там, когда вы шерите свое CV в LinkedIn, когда пишете посты, там есть такие. Даже есть вещь, например, подписаны вы или вы это на компанию или нет. СССР это Social Selling Index, это внутренний показатель LinkedIn, который просто определяет, насколько вы активно работаете в соцсети, там, по четырем параметрам. Вбейте в Гугле, СССР и LinkedIn, первая ссылка покажет вам ваш показатель. Ну, на самом деле, СССР больше влияет на продажи, но на выдачу тоже влияет. Это не основной параметр, но, как бы, тем не менее, тоже влияет на выдачу. Пожалуйста. Евгений, тогда поехали непосредственно с тобой. Окей, Project Manager, смотри, то же самое. Бали, окей, хорошо, оставляешь, если ты не ищешь работу, оставляй текущую позицию. 68 контактов, у тебя очень мало контактов в LinkedIn, расширяй, нетворк, это реально очень-очень важно. Дальше, в Contact Info. Да, кстати, вот, просили, как указать Telegram, вот, непосредственно веб-сайт. Я думаю, что мы друг друга не в контактах, поэтому я не вижу email. Лучше продублировать это непосредственно email. Там есть, кстати, в настройках приватности функция, что те, кто у тебя не в контактах, могут видеть твой email. Потенциально я бы это лучше указал в настройках приватности, ну, прямо в настройках LinkedIn. Дальше, по шапке, ну, опять же, говорю, IT Project Manager, там, Delivery Manager, Scrum Master и так далее. Опять же, те позиции, на которые ты потенциально можешь претендовать, да. Количество лет опыта работы и непосредственно сферы. Пока немного опыта у тебя, там, два плюс, да, получается. Напиши, там, IT Project Manager или Project Manager. Ну, то есть, IT Project Manager, запытая Project Manager с два плюс года опыта работы в такой-то компании, да. Да, и, например, какой-нибудь моджа, ну, некий такой свой лозунг, да. I help companies organize their processes, create documentation, ensure, ну, что-то покороче. Типа, я помогаю компаниям организовать процессы и построить сильные команды. Например, так. And do strong teams. Например. Очень хорошо написано, с какой командой управлял достижения, hard skills, ты выдаешь базовые языки, а ты преподавателем математики был, правильно? Да. Good, хорошо. А про математику можно чуть менее подробно написать, потому что, я думаю, все-таки это нерелевантный опыт. Твоя текущая позиция, но лучше это оставить. Ну, это можно оставить, и лучше это оставить. Посетил 30 стран. Отлично. Passionate about making our world more convenient and easier. Окей. Good. Let's do it together. Окей. Good. Кстати, вот это можно прямо в заголовок. I'm passionate about making our world more convenient and easier. Вот. Отлично. Это можно как-то. В заголовок это куда? В шапку можно. Ну, некий такой лозунг. Я делаю мир лучше, например, и проще. Понял. Спасибо большое. Это просто, опять же, пока у тебя не очень много опыта, можно как раз вот эти истории использовать. Хороший about. Навыки, опять же, я бы чуть-чуть сократил именно как раз опыт преподавания. Остальное, все, что я вижу, звучит хорошо. Про, я бы, наверное, ну да, у тебя разделено абзацами, да, наверное, это в целом, да, это хорошо. Читается. Топ скиллы выделил. Отлично. Project manager. Укажи IT project manager. Раз уж ты IT project manager. Укажи это. Worked on. Опять же, возьми вот эти достижения, продублируй. Ничего страшного, если ты продублируешь это, извиняюсь, в достижение. А выдели отдельно responsibilities, project coordination, planning и так далее, и так далее, и так далее, и достижения. То есть, просто добавь ниже достижения. И я бы, наверное, еще бы рекомендовал пару слов указать, что это за компания. Что такое ROADLY? Fleet-based, ht-mapping, impressive и так далее. Просто можешь скопировать отсюда. Пару слов, чем занимается компания ROADLY. Там буквально одно предложение. Private Tutor. Ты всего 9 месяцев преподавал? Ну, там, да, немного вышло. Примерно, да. Один год, грубо говоря, учебный. Окей, ну, это нормально. Хорошо. После университета просто я планировал самообразованием заниматься и параллельно частным репетиторством, но мне не очень зашла эта тема, и поэтому я все-таки решил уйти с ней. Окей. Ну, довел всех учеников до окончания года и потом ушел. Укажи один год хотя бы, чтобы ты работал там плюс-минус. Ну, да, один учебный год. Да. Professional Development, Travel. Объедини эти вещи. Почему ты? Объедини вот этот Career Break. Professional Development, Travel. Ну, не разделяй. Software Development, Team Lead. Ох, какой у тебя переход интересный. QA Tester. Ты и тестировщик, мол, и Team Lead'ом разработчиков еще. Ничего себе. Кстати, между прочим. А ты описал это в About? Я, может быть, неправильно прочитал, что ты бывший разработчик. Ну, в университете. Там я написал про университет. Working at IT University. Это над Private Tutor. Working at IT. А, IT University. I learned how to work in IT. Укажи, что ты был разработчиком. Что у тебя есть бэкграунд, software developer и слэш-кью-менеджер. Прям укажи. Это реально хорошо, то, что ты занимался такими вещами. И, ну, видимо, да, у тебя тут почти 4 года опыта, а разработчикам 5 месяцев. Ну, там, суммарно 4 с лишним года. Это хороший момент. Укажи это в реально веб-аут. Окей. Образование. ITMio Master's degree мехатроника и робототехника. Отлично. А grade, кстати, такой нюанс. Когда ты ставишь grade, 4 из 6 поставь слэш 5-0. Ну, то есть, не 4, а 4.6 из 5. Ну, то есть, что это. Ну, да, логично. Good. Добавь. Еще, кстати, вот у тебя здесь указано скиллы. А, все, ты добавил. Окей. Скиллы добей до 25. Получи отзывы о рекомендации у своих коллег, друзей, партнеров. Подчиненных, тех же самых, если есть. Ну, там, тим-тим, тим-мемберов. И рекомендации получишь. А, рекомендации, скиллы. И этот, ты как проект пройди пару ассессментов в LinkedIn. По agile методологии есть. По-моему, по Microsoft Project есть. И почему-то еще есть. Там тоже точно есть эти project-овые истории. Пройди, это поможет. В целом, в целом, а можно еще, как общая рекомендация, можно добавить каждому опыту работы, когда ты редактируешь опыт работы, можно добавить медиа. Например, ссылки на проекты, фотографии, еще что-то. Это профиль сделает более живым. А ты путешествовал, занимаешься, возможно, у тебя сохранились фотографии. Ну, скорее всего, сохранились фотографии, да. Занимался преподаванием тоже. Возможно, есть какие-то, не знаю, скрины, там, зума или еще чего-нибудь, да. Можешь это выложить. С текущего места работы тоже можешь выложить. Это просто, как бы, позволит чуть-чуть более оживить профиль. А так, в целом, расширяй, ну, как я уже сказал, расширяй базу контактов и чуть подробнее опиши свой опыт, особенно посредний. Вот, решу, все. Благодарю. Вопросы, пожалуйста, какие-то вопросы есть? Ну, у меня вот был, да, тоже вопрос по поводу удаленной работы, где я вот слышал ответ, что в основном, да, Германия и Нидерланды. Больше действительно интересно было в Испанию или Португалию переехать и, ну, вот, там искать вакансии. А тут, смотри, здесь нет каких-то универсальных, да, вот нужно в Германии искать, а не в Испании. Где тебе угодно, там и ищи. Да, да. Просто понимать, это разница в часовых поясах, это полмира. Бали и Испания находятся, ну, очень далеко друг от друга. Опять же, ничего не бывает этого неуполнимого. Можно искать в любой точке мира. Важно просто понимать, насколько твой опыт релевантен на конкретной позиции. Вот и все. Ну, и наличие виз там и так далее. Поэтому здесь это тоже нужно понимать. Конкуренция сейчас на рынке высокая, 100%. Понял. Good. Спасибо. Наверное, все. Тогда, да, спасибо, что пришел. Давайте я отвечу на оставшиеся вопросы как раз в чате. И, думаю, можно сегодня заканчивать. Я надеюсь, на следующей неделе сделаю то же самое. Мне кажется, очень интересный живой формат. Да, можно побыстрее с людьми. Я это попрошу. Да, я ускорю в следующий раз, как мне фидбэк. Но, тем не менее, я думаю, что было понятно, что было полезно. Так, Дэн спрашивает. Я в последней компании работал 5 месяцев, как лид продуктовый, как лид продуктовый дизайнер, наконец, стал продукт-оунером. Но компания через месяц закрылась. Сейчас где-то год достаточно зарабатывал в крипте. Сейчас хочу снова продолжить продукт-оунером больше, чем дизайнером. Окей. Как мне обуковаться лучше? До этого была работа, где я совмещал задачи продукт-оунера и дизайнера. После нее, перед последним, была еще на работе дизайн-лидом. Смотрите, упаковку и LinkedIn-профиль и резюме нужно делать, соответственно, с той позиции, на которую вы претендуете. Хотите быть продукт-оунером, везде пишите первое, ну, там, последнее, предпоследнее место работы, что вы были именно продукт-оунером. Но при этом в том же summary, в том же about обязательно укажите, что вы долго работали UL-дом, и у вас есть соответствующие навыки. Поэтому все, что касается визуальной части, возможно, UX-части, вы можете забрать на себе. То есть это, ну, то есть как бы продайте себя через призму вашего предыдущего опыта. Это реально очень-очень круто. Так, еще вопрос. Компания была частью известного хонтинга, название которой, не могу упоминать, профили из NDA. Бывшие коллеги используют название «Команда», но в выдаче по этому названию нет страницы, только три человека. Имеет ли смысл, например, писать место работы, как One of the CryptoBridge? Да, имеет смысл. Если компания не позволяет себя раскрыть, укажите топ-50 криптобирж, или там топ-5 банков, ритейл-банк в России, например, как некоторые люди пишут. А у меня короткий вопрос с оценкой проблемы. Тут у меня в Job Title в описании с коммунпозиции Head of DevOps. Это такой же Transformation Manager в Big Tech. А стучаться мне как инженеру и только. Если это куда копать, или это комплексная проблема. Смотрите, Александр, можете написать мне в личку в LinkedIn? Я постараюсь ответить. Сейчас просто нужно профили анализировать больше. Запись эфира можно ясно выложу на YouTube, и ссылочку укажу непосредственно в профиле, в посте в Telegram. Я все не выложу и как раз укажу. Гуд, спасибо за прожарку. Спасибо, спасибо. Те, кто остался у них приоритетная прожарка, будет в следующий раз? Да, Дмитрий, проходите. В следующий раз скажите, что вы были на этой прожарке, и укажите ссылку на ваш профиль. Я обязательно очень постараюсь дать непосредственно приоритет. Ну что, на сегодня все. Полтора часа, даже чуть больше. Спасибо всем. Я говорю, опять же, пишите в Telegram, пишите в LinkedIn. Я периодически, как только время есть, отвечаю, какие-то рекомендации даю. Поэтому всем хорошего вечера и спасибо, что пришли и посмотрели. Всем удачи в поисках. Пока-пока.